Дождались обманутые дольщики 3-го ГМК района, которые приобрели квартиры в доме номер 29 по улице Волжской, наконец получили горячую воду. Её не было с апреля, когда собственник газовой котельной уведомил администрацию Балаковского района, что не будет больше поставлять услугу. Благодаря инвестиционной программе «Пауты плюс» с отоплением проблем не возникло, а вот с горячей водой была большая проблема. Необходимо было поставить дорогостоящий индивидуальный тепловой пункт в каждой из трёх домов. Установить ЭТП решили энергетики. Сместительные узы для системы теплоснабжения и горячего водоснабжения готовятся в данном цеху подрядной организации. Система комплексная состоит из различных видов оборудования, в которые входят и регулировочные клапана, циркуляционные насосы, балансировочные клапана. Всё это связано с датчиками наружного воздуха, в зависимости от температуры которых будет регулироваться подача теплоносителей на приготовление горячей воды. Подрядчиком выступило строительно-монтажное управление «Монолит». Его работники в цехе собрали оборудование, подогнали друг к другу все детали, протестировали, затем разобрали и перевезли на место установки. Несколько дней работы велись в подвалах домов, чтобы как можно быстрее подать горячую воду в квартиры. Работа была начата в начале октября, в сжатые сроки она выполнена. Сегодня, завтра и послезавтра заканчиваются работы по монтажу узла ГВС и по запуску лежаков внутри домовой системы с горячим водоснабжением. После запуска лежаков управляющие компании и ТСЖ, которые участвуют в управлении этих домов, смогут запустить свои стояки и люди получат горячую воду. Три дома, в которых было необходимо установить ИТП, разные по количеству квартиры и планировки. Поэтому для каждого был подготовлен индивидуальный проект. Необходимые части теплового пункта были заказаны у надежного производителя, который поставляет ИТП во многие страны мира. На данный момент происходят пусконалаточные операции по системе ГВС. Используются современные подогреватели, теплообменники фирмы «Ридан», «Данфос», которые соответствуют большему теплоотдаче. При меньшем расходе теплоносителя, большая теплоотдача у него идёт на потребителя. Уже через сутки, в ночь с 20 на 21 ноября, все три проблемных дома в третьем микрорайоне получат горячую воду.